В послужном списке Сергея Бехтерева десятки заметных работ в кино. Но мало кто знает, что жизнь талантливого актёра, спектакль с участием которого собирали аншлаги, была мало похожа на сказку. Более того, его дважды вынимали из петли, а в последние годы жизни он вынужден был влачить нищенское существование и в буквальном смысле жить на улице. В итоге, жизнь Сергея оборвалась в 50 лет. Несмотря на то, что Бехтерев родился в Петропавловске-Камчатском, многие ассоциировали его с образом типичного питерского интеллигента. Детство Сергея едва ли можно назвать счастливым и беззаботным. Когда он был ещё совсем маленьким, из семьи ушёл отец, а спустя несколько лет Бехтерев стал сиротой. Под опеку мальчика взяла бабушка. В школе у Бехтерева появилось серьёзное увлечение лицедейства. Он занимался в школьном драмкружке и мечтал стать актёром. Окончив школу, Сергей решил рискнуть. Он отправился в Северную столицу и успешно сдал экзамены. Педагоги сразу отметили перспективного студента, который стремился максимально глубоко раскрыть предложенный образ, проникая в его суть. Вскоре Бехтерев примкнул к труппе малого театра, на сцене которого он смог громко о себе заявить. Не прошло и года, как Сергей стал не только ведущим актёром труппы, но ещё и ассистентом главного режиссёра, а за свои работы в театре Сергей не раз удостаивался престижных премий. Сниматься в кино Бехтерев начал ещё в 80-е годы. Интеллигентная манера исполнения Бехтерева пришлась по душе многомиллионной зрительской аудитории. Параллельно с осёмками в кино и выступлениями в театре Сергей работал на радио и дублировал фильмы. До определённой поры жизни актёра текла привычным чередом. Но всё изменилось после того, как в результате своей доверчивости Бехтерев лишился жилья, полученного им в наследство. Сергей регулярно помогал деньгами своим коллегам по цеху и даже малознакомым людям, которые обращались к нему за помощью. Чтобы помочь другу деньгами, Бехтерев заложил собственное жильё. Однако друг денег не вернул, и в результате этого Сергей оказался на улице. Благодаря большому блату театр выделил ему служебное жильё. Однако после увольнения из театра дела пошли совсем плохо. От безысходности Сергей начал злоупотреблять алкоголем. Кроме того, он предпринял несколько попыток свести счёты с жизнью. Бехтереву ничего не оставалось делать, кроме как ночевать в подвалах, скверах и на вокзалах. Все коллеги вспоминают Сергея, как очень доброго и доверчивого человека, который никому и никогда не сделал ничего плохого. В 2008 году состояние здоровья актёра стало стремительно ухудшаться. Он в буквальном смысле таял на глазах. Бывшие коллеги настояли на его госпитализации. В больнице у Бехтерева обнаружили целый букет заболеваний, в том числе менингит, пневмонию и гепатит. Через пять дней актёр ушёл из жизни. Ему было всего 50 лет. Похоронили Бехтерева в Санкт-Петербурге.